Добрый вечер, Гомель. Я Наталья Волонец. Приветствую всех в прямом эфире. Сегодня вторник, а значит на Беларусь 4 наступило время полезных советов. И сегодня, дорогие друзья, мы поговорим про огород на подоконнике. Ведь, как известно, в марте садоводы-любители особенно сильно скучают по своим огородным делам и, конечно же, основные работы в это время проводят на подоконнике или на балконе. Кстати, очень любопытно, что в это время у вас растет на подоконнике. Звоните в студию 34 22 43, присылайте свои сообщения в Вайбере. Ну а сегодня программа Добрый вечер даст полезные советы. Мы расскажем о том, что же можно вырастить в квартире, в домашних условиях, на подоконнике или на балконе. Какие типичные ошибки допускают дачники при выращивании рассады. Также сегодня мы узнаем, как вырастить пышные фиалки и что поможет создать особое настроение дачному отдыху. Сегодня гости в студии действительно удивительные люди. Я хочу вас с ними познакомить. Сегодня у нас в гостях дачница Ирина Цейко. Добрый вечер. Ирина, спасибо, что вы приехали сегодня в нашу студию. Сегодня у нас в гостях садовод-огородник со стажем, руководитель Гомельского садового центра природного земледелия сияния Сергей Кривенков. Добрый вечер, Сергей. Здравствуйте. Знаю, что вы очень заняты, горячая пора. Вы всем даете советы, всех обучаете на мастер-классах. И сегодня очередь наша к телезрителям. Безусловно. Так что рассчитываем, рассчитываем на полезные советы. Ну вот рядом со мной цветовод-любитель, руководитель народного клуба любителей кактусов. Но при этом, вы не поверите, дорогие друзья, цветовод, который выращивает фиалки, это Олег Пряткин. Олег Александрович, добрый вечер. Вот такие вот неожиданные, наверное, думаю, для вас и герои сегодняшней программы, и темы, которые мы предлагаем. Но в любом случае, очень любопытно всем узнать, что же в марте происходит на дачных участках. Вот расскажите нам, как идет подготовка к сезону. Вот, Ирина, например, вы уже были в этом году на своем участке. На своем участке я нахожусь каждые выходные с удовольствием. То есть круглый год, что ли? Да, круглый год мы с мужем приезжаем туда, потому что очень любим свою дачу. Много соток, расскажите. У меня, да, 12 соток. И все огород? Нет, конечно. А под огород сколько вот туда? Под огород у меня всего лишь одна соточка и теплица 10 метров. А, и теплица 10 метров. Да, в которой я выращиваю все. Мы где-то, может быть, фотографии покажем, по-моему, да, что-то у нас было про теплицу. Ваша, не ваша, сейчас как раз и уточним. Покажите нам, пожалуйста, фотографии Ирининой дачи, что же там происходит в это время. Действительно, очень любопытно узнать. А что вы уже подготовились к сезону? Вот что решили выращивать в этом году? Ну, конечно, к сезону я подготовилась. Я уже вырастила себе на подоконнике. Так, это, я так понимаю, розы? Это розы, да, это мои розы, я уже их открыла. А это уже в моей теплице вот такая взошла редиска. Уже? Ого, это ваша теплица? Это вот моя теплица до того, как еще до высадки. Подождите, если у вас один метр всего лишь, ой, одна сотка всего лишь под огород, 10? Обратите внимание, а вот это моя дача. А вот это ваш участок? Да, у меня просто там газон и все. Ну, теплица, ничего себе. Вот, смотри, Олег Александрович, под фиалочки, такое, с удовольствием. Ну, подождите, тогда все, получается, вы выращиваете в своей теплице? Все выращиваю в секундуру. А что именно? Да, что именно? Вот в эту теплицу я высажу в этом сезоне всего лишь 16 томатов. Всего лишь, да? Да, всего лишь. Мне не нужны плантации. И высажу туда где-то 20 огурчиков. Посажу примерно 12 перцев. И поверьте мне, этого достаточно будет для того... И все это займет такую большую теплицу? Да, займет. Почему я сажу растения всегда очень редко? Для того, чтобы им хватало света, чтобы было проветривание. Потому что в этой теплице я выращиваю и томаты, и перцы, и огурцы одновременно. Вот сейчас, ранней весной, я, как видели, уже посеяла там раннюю зелень, лучок на перо, потом редиску, укроп, посадила эту самую петрушку. Вот я зелень уберу и высажу уже ту рассаду, которая у меня на подоконнике, сразу в теплицу. Все мои растения прекрасно будут там себя чувствовать и давать мне самый ранний первый урожай. Когда? Вот самый первый урожай вы получите? Ну вот получу я, рассчитываю, что уже огурчики и томаты будем пробовать где-то в середине июня. Сергей, вот меня знаете, что смущает? Я, конечно, не дачница, но даже я слышала, что огурцы и томаты, помидоры нельзя, по-моему, вместе садить. А здесь вот в одной теплице, это возможно? Вот вы как эксперт расскажете. Совершенно верно. Я вот как раз хотел у Ирины уточнить, у нее, может быть, есть какие-то секреты, как вообще удается вырастить в одной теплице. Потому что, я знаю, многие садоводы считают, что огурцы в одной теплице выращиваем, томаты в другой, но перцы тоже отдельно выращиваются. Ну, я знаю, что у вас получается. Так вот, скажите, поделитесь, как это вы делаете? Ну, я никогда не скрываю, я с удовольствием поделюсь и расскажу, что, да, бытует такое мнение, и часто слышу, что, ой, как у нее там это растет. Но, однако, когда люди видят, что, проезжая мимо, что у меня висит урожай, и с одной стороны томаты, со второй эти огурцы, ну, а кто заходит в теплицу непосредственно, то видят и перцы, которые висят. Секрета никакого нет. Благодаря, опять-таки, знакомству с Центром природного земледелия, вот, там есть такие биопрепараты, которые я использую. Я человек рабочий, на даче появляюсь только на выходной день и выделяю один раз в неделю, опрыскивая биококтейлем все свои растения. А, то есть, ваш секрет – это какой-то волшебный биококтейль? Да, волшебный биококтейль. Ну, поделитесь тогда с нашими зрителями, что входит в состав этого коктейля. В состав биококтейля входит всего лишь три препарата. Это структурированный сахар, один под воздействием золота и серебра, а второй структурированный сахар под воздействием растений. И еще один препаратик японский из вытяжек растений и долгожителей – это HB101. То есть, Сергей, я так понимаю, что биококтейль – это не химический состав, да? Это все, как бы, такое органическое. Совершенно верно, да. У нас, получается, вообще все препараты, мы все рекомендации даем садоводам исключительно для того, чтобы вырастить экологически чистый урожай. И вот спасибо, Ирина, поделилась. Мы, да, даем эту рекомендацию раз в неделю биококтейлем обрабатывать, именно для того, чтобы растения были здоровыми и хороший был иммунитет. Но вот она нашла еще одно применение, она, видно, где-то заметила, не знаю, понаблюдала, и вот у нее получается плюс как раз в одной теплице. То есть, я так понимаю, такой биококтейль подходит и для роз, и для яблони, и, наверное, и для человека, наверное. Надо будет попробовать, да, Олег Александрович? Кстати, да, вы тоже можете… Что? В комнатных условиях, правильно? Да, в комнатных условиях. Ну, пожалуйста, у меня не только фиалки, у меня большая коллекция адениумов, глоксиней, в том числе пиларгонии. Тем более вам стоит попробовать биококтейль. Вот сейчас как раз наступает тепло, буду выставлять это дело на балкон. Спасибо за совет, попробую. Пожалуйста, это я хотела еще добавить, чтобы понимали вы, биококтейль – это защита от стресса для растений, от перепадов температур, защита от нападения вредителей и защита от болезней. И если делать это систематически, регулярно, один раз в неделю, тут сложного ничего нет. У вас все растения будут крепкие, здоровые, а когда растения здоровые, то на них не нападают ни болезни, ни вредители. Ну, и потом в конце получается все еще и вкусное. Они друг другу совершенно не мешают. Да, вкус плодов улучшается от биококтейля. Я вот так вот слушаю Ирину и думаю, может, самой уже как-то земледелием начать заниматься. Иногда как бы желание возникает, но страшно, не все знаешь. Вот сейчас вот передачку с вами проведу и, может быть, действительно узнаю, с чего начать. Вы знаете, как древние греки детей учили плавать, так и вы. Глаза закрывать и отчеркивать с этой работой. Думаете, и все, да. И на даче. Я попробую сегодня чуть попекировать с Сергеем, не зря же подготовили. Сергей, кстати, расскажите, что вот сейчас происходит на вашем подоконнике, на вашей даче, как вы готовы ли уже к сезону? Ну, опять-таки, Ирина рабочий человек, я тоже работающий человек. И, конечно же, весна – это пора, когда много чего не успеваешь. Ну, на даче, на самом деле, сейчас всходят первые цветы весенние. Вот у Иры всходили, у меня тоже всходят. Потом тоже посеяна редиска, зелень посеяна. И я еще готовлю теплые грядки. Теплые грядки я делаю… А вот как раз на экране мои теплые грядки, которые будут. Это грядка, которая наполняется… Ну, здесь уже рассада, да. Так. А грядки наполняю органикой, пересыпая теми же бактериями. И в этот сезон, вот в этой грядке, очень хорошо растут, особенно растения, которые мы выращиваем через рассаду. Это баклажаны, перцы вот на экране, там, томаты те же самые. То есть те культуры, которые требовательны к питанию. И теплая грядка – это некоторые садоводы ее делают сами. Не подозревая, что это мы называем вот в клубе теплой грядкой. Знаете, что это? Что это? Это когда садовод в течение сезона берет себе в траншейку или в какую-то грядочку, складывает постоянно кухонные отходы, откладывает ботву различную. И потом обычно люди выращивают здесь огурцы. Моя бабушка это назвала маргарин на даче. Вот то, что вы называете сейчас теплой грядкой, да, приблизительно так. Это и есть то самое удобрение, да, вот скажем, вот это все, что готовится и из чего все получается. Основа природного земледелия – это органика. Органика плюс бактерии полезные, почвенные, которые мы добавляем. И все. Вот остальное, да, элементы агротехники есть. Вот я расскажу, допустим, сегодня про рассаду немного. И точно так же есть агротехника, там, ну, условно, там, томаты нужно обязательно посынковать. А томаты желаются посынкования. Вы знаете, что это такое? Пример. Ну, Олег Александрович, я не знаю, расскажите мне кто-нибудь, что это значит? Ну, это для людей, которые занимаются на своем участке, они понимают, что... А зря вы улыбаетесь, ведь очень много дачников, которые хотели бы в мечтах... Да, верю, 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 что посынкование может быть для кого-то ругательным словом. Но на самом деле это всего-навсего, когда у томата растут лишние побеги, мы их называем пасынками, чтобы растение не тратило свои силы на формирование листвы и лишних побегов... Мы их просто удаляем. Да, мы их удаляем. Нам ведь нужны плоды. Вот нужно это своевременно делать. Ну, одна из особенностей агротехники. А вообще расскажите, что вы вот, Сергей, человек, который, ну, действительно, большой эксперт, с большим опытом уже в этом деле, что вы выращиваете сегодня на своей даче? Ну, выращиваем все. Мы выращиваем овощи, мы выращиваем ягодники. И картошка в том числе. Совершенно верно, да, и картофель. То есть какой-то год мы начали выращивать, например, голубику. Нам очень понравилась эта ягода, это сейчас моя любимая ягода, дети очень сильно ее любят. Это все, я хочу обратить внимание, ваше урожай, то, что мы сейчас видим, Олег Александрович, вам понравится. Это все выращивает Сергей. Вам кто-то помогает, Сергей, или вы сами? Ну, я сам занимаюсь, супруга занимается, дети подрастают, тоже помогают. И родители, конечно же, помогают. Хотя у родителей свой участок, но дети маленькие, не всегда супруга успевает, приходится обращаться к помощи родителей. Потому что, в принципе, с них все начиналось. Я когда-то им помогал на участке, а сейчас они мне помогают. Ну, если сравнивать, я вмешаюсь в разговор, то у Сергея хочу сказать и заметить 25 соток земли, которые он засаживает, в отличие от меня. Ну, в общем... Ничего себе! Подождите, Сергей, как давно у вас дача? Вы меня очень удивили сейчас. Спасибо, Ирина, за информацию. Дача больше 10 лет. Естественно, мы сразу не начали все обрабатывать. Начали обрабатывать постепенно. Ну, это, в принципе, одна из рекомендаций начинающим садоводам. Не торопиться браться там за все культуры. Почему? Потому что, как в любом деле, нужно, ну, набить руку, набраться опыта, учиться чему-то. Поэтому мы постепенно-постепенно этот участок осваиваем. Тот участок, который не освоен, мы засеваем, ну, еще одно слово скажу, необычное, сидератами. Это зеленые культуры. Многие знают, что такое редька масличная, что такое горчица. Вот это и есть сидераты. Сидераты, понятно. Чтобы земля не поставала, а давала потом хорошо урожай. Скажите, что-нибудь есть на вашем участке сегодня, чего вы не выращиваете? Арбузы, дыни, персики? Или что-то такое, чтобы вы хотели еще посадить? Ну, вот арбузы, дыни, какой-то год мы садим, какой-то не высаживаем. Персик у нас рос на участке, но у нас ветреный участок, не весь огороженный. И вот у персика есть такая особенность, он не любит ветров, например. Мы его было такое, что попробовали, а потом был сезон, когда у нас саженец пропал. То есть, ну, в принципе, это рекомендация любая садоводам, кто будет высаживать персики. Их нужно садить в затишном месте. Ну, что ж, дорогие друзья, вот таких рекомендаций сегодня, надеюсь, будет очень много. И вот эти фотографии, вот с этим урожаем, Сергея, конечно же, меня очень удивили. Вот как получить такой роскошный урожай? Вот сегодня расскажем и покажем, дорогие друзья, в прямом эфире. А пока конкурс. Как обычно, конкурс в программе «Добрый вечер, Гомеля». Сегодня мы разыгрываем пригласительные билеты в музей истории Гомеля. Там очень много интересных выставок, интересных проектов, мероприятий. Я думаю, это будет хороший подарок для наших телезрителей. Итак, для того, чтобы получить этот подарок, надо позвонить по телефону 34-22-43 и ответить на вопрос нашего конкурса. Так как сегодня мы готовимся к дачному сезону, то, естественно, вопрос на эту тему. Нужно назвать, дорогие друзья, внимание, самую популярную у дачников культуру, которая долгое время считалась декоративным растением, а его плоды были ядовитыми, считались ядовитыми. Эту культуру даже выращивали в горшках, как комнатные растения и использовали для украшения садов. 34-22-43. Интересно ваше мнение. Напоминаю еще раз вопрос. Нам нужно назвать самую популярную у дачников культуру, которая долгое время считалась декоративным растением, а его плоды ядовитыми. Разыгрываем пригласительные билеты в музей истории Гомеля. Вот, кстати, Олег Александрович, а у вас дача-то есть? Не у меня, а у мамы. Это, мне кажется, еще важнее, да? Согласен. Вы помогаете вообще? Ну, в качестве рабсилы, конечно. Но я смотрю, вот как-то вы не сильно настроены на... Для меня, поймите правильно, я не хочу сказать ничего плохого насчет дачников. Для меня дача – это святое слово. Газон засиян. Это газон, персик, яблочко. Узявительно. Это немножко грядочка для пера. Так. Так. И шашлык, мангал, который должен вращаться в соответствии с розой ветров. Естественно, поленец садров, желательно рядом река. Представляете, сколько вы сейчас вызвали у многих наших дачников реакцию. У каждого свои недостатки. Но, с другой стороны, действительно, сегодня, вот согласитесь, да, такой вариант дачи действительно становится тоже очень распространенным. А я бы хотела обратить внимание, что мне очень нравится наша компания сегодня, да? Сергей, вот согласитесь, разрушаем стереотипы дачников. Молодые, интересные. Я бы даже дачниками вас не назвала, Ирина. Модель просто, да. И в то же время, да, люди, которые действительно выращивают сами, своими руками овощи, фрукты. Такие действительно урожаи замечательные. Ну что ж, мне просто интересно, Олег Александрович, где же тогда ваши фиалки-то растут? Это на подоконнике, получается, на балконе? Все начиналось с подоконника. А сейчас это у вас какая-то своя оранжерея? Ну, оранжерея – это вся квартира. То есть по всей квартире цветы – мечта любой женщины, наверное. Скажите, а что еще, кроме фиалок, вы выращиваете на подоконнике? Может быть, там лучок зелененький по сезону? Нет, нет. Ничего такого нет? Такого нет. Кроме фиалок, у нас коллекция адениумов, стрептокарпусов, глоксиней, пиларгоний. Все это у нас есть. А из культур овощных я приеду к маме, и там на даче. Там заработаешь, там называется. Вот вы про свои цветы как стали рассказывать, у Ирины аж глаза загорелись. Ну что ж, дорогие друзья, про цветы и фиалки – это чуть далее. А пока, конечно же, о главном – это о рассаде, ведь в марте действительно все дачники готовятся к сезону, и все заботы только о рассаде. Сергей, я думаю, самое время рассказать нашим зрителям о том, с чего начинается огород на подоконнике, что в это время, там, я не знаю, пикируют, высаживают. Я смотрю, вы принесли рассаду. Вот приглашаю вас за наш стол. Расскажите, покажите, объясните. Давайте пока вы готовитесь, мы послушаем телефонный звонок. У нас телезритель на линии. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Дарья. Дарья, скажите, у ваших родителей есть дача? Нет, но мы очень хотели бы. Хотели бы дачу. Ну что ж, я думаю, сегодня посмотрите программу нашу, и, может быть, уговорите родителей действительно создать свой огородик. Скажите, Дарья, вы готовы поучаствовать в нашем конкурсе? Да. Ну что ж, надо назвать самую популярную у дачника сегодня культуру, которая долгое время считалась декоративным растением, а его плоды ядовитыми. Ее даже выращивали в горшках, как комнатные растения, и использовали для украшения садов. Как вы думаете, что же это за культура дачная? Это, мне кажется, картошка. Ну, нет же, да. Близко. Близко. Даш, давайте мы вам еще одну попытку дадим. Еще одна. Какая вот самая популярная у дачника в культуру? Подумайте. Я вам подскажу даже. Дарья, ну что ж, мы тогда, вы подумайте, и позвоните нам еще раз. Вдруг у вас появится вариант. Дорогие друзья, мы продолжаем конкурс. 34-22-43. Если у вас есть вариант ответа на этот вопрос, звоните, пожалуйста, на программу «Добрый вечер, Гомель». Напоминаю, что мы готовимся к дачному сезону. Жаль, очень. Вот я люблю, когда нам звонят наши молодые зрители. Вот очень жаль. Дарья, ждем, ждем. Мы очень хотим, чтобы вы победили и выиграли билеты в музей истории. Ну что ж, давайте начнем говорить про рассаду. Что вот в это время дачники уже посадили или собираются высаживать? Естественно, что большинство садоводов уже посеяли и перцы, и баклажаны. Кто-то сеет лук, кто-то лук-порей сеет. Сейчас в основном сеются томаты. И есть садоводы, которые профессионально занимаются, то есть они знают, как правильно вырастить и перцы, и баклажаны, при позднем посею. То есть сейчас еще можно не поздно посеять и перцы, и баклажаны. Главное, все правильно сделать, и тогда получите хороший урожай. То есть, дорогие друзья, если вы расстроились, что не успели что-то посеять, то баклажаны и перцы, в принципе, время еще есть. Совершенно верно. Бывает, что семена не взошли. Есть такой тоже вопрос, потому что семена, допустим, томатов, они быстро всхожи, а перцы и баклажаны могут долго всходить. Если у вас они долго не всходят по каким-то причинам, то можете еще смело сеяться. Ну, главное, вот все условия соблюдать при выращивании рассады и добьетесь хорошего результата. Сейчас покажем, как это делать. Я хотела уточнить, вот эта красивая рассада, которую вы принесли в студию, что это такое? Ну, это все уже, наверное, понимают, что это не арбузы дыни, хотя про это речь шла. Ну, мне кажется, это огурцы. Это огурцы, совершенно верно, да. Огурчики, которые мы выращиваем дома, потому что сейчас еще рано сеять для огорода. Подождите, это огурцы, которые вы круглый год выращиваете на балконе? Да, балконные огурцы, совершенно верно. А подождите, я то, что хочу на балконе вырастить, начну с этого. И что для этого мне надо? Какой-то секрет есть? Нет, вот то, что вы хотите, все, этого достаточно. И к Новому году я могу огурчики вот сама... Да, хоть к Новому году, хоть к 8 марта, хоть к любому другому празднику. Я взяла семена, купила специальные, посеяла, и дальше. Можно, главное, обеспечить несколько факторов. В принципе, плавно переходим даже к тем факторам, которые нужны для любой рассады, не только на рассады, которые потом, допустим, будут расти дома. Это хороший, правильно подготовленный почвогрунт и остальные условия. Это температурный режим, дальше, питание и освещение. Вот то, что очень важно при выращивании комнатных растений и точно так же при выращивании рассады. Вот эти нюансы, ну, сегодня я что успею расскажу. Ну, нюансы, вроде нюансы, а с другой стороны, пока не попробуешь, наверное, точно не узнаешь. Да, вот у вас желание появилось вырастить, а если я сейчас начну подробно рассказывать, что нужно сделать... Надо самому, да, поэтапно идти. Кстати, у нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Давайте с вами познакомимся. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Алина. Алина, скажите, пожалуйста, дача есть у вас? Алло, алло. Да, Алина, вы слышите нас? Дача есть? Да, да, слышу. Дача есть у вас или у родителей, может быть? Нет, дачи нету. А что-нибудь у вас... Очень хотелось бы. Так, а что-нибудь растет у вас дома на подоконнике? Да, выращиваю лук. Так. Также выращиваю всякую зелень. Конечно, по возможности не всегда все получается, но недавно совсем познакомилась с продукцией магазина «Сияние», и теперь все растет. Все растет вот так вот. Хорошо. Вы не хотите поучаствовать в нашем конкурсе? Нужно назвать... Очень хочу. Вот, разыгрываем пригласительный билет в музей истории Гомеля. Вот нужно назвать самую популярную у дачников культуру, которая долгое время считалась декоративным растением, а его плоды ядовитыми. И ее даже выращивали в горшках как комнатные растения и когда-то использовали для украшения садов. Ваш вариант ответа? Мне кажется, это томат. Ну, вот сейчас действительно правильный ответ на вопрос. Спасибо большое, вы выиграли. Да, действительно, такой вот своеобразный вопрос, своеобразный ответ, хотя многие рассуждают, ягоды – это томат, это или... Совершенно верно, есть такие споры, да. Или овощи, вот. Ну, мы не будем спорить на эту тему, мы поздравляем победителя с выигрышем. Ну, что ж, давайте сейчас что-то будем садить, рассаживать, показывать. Я думаю, что, наверное, самое время заняться грунтом. Это то, наверное, с чего все начинается. Да, начинается все с грунта. Но по грунту, если говорить, то грунт правильнее готовить заранее. Вот этот грунт я приготовил за 2-3 недели до того, как вот пришел к вам сегодня в студию. Грунт – основная ошибка садоводов, они берут покупной грунт или свой готовый с участка и в него и сеют. Очень часто растение может заболеть, может от переизбытка минеральных элементов пострадать и сгореть корневая система. Поэтому грунт мы готовим. Основные компоненты. Берем любой покупной грунт или свой садового участка, добавляем туда... Ну, значит, что нужно? Давайте начнем вот с биогумуса. Биогумус, наверное, большинство знает, что это такое. Это продукт переработки дождевых червей, то есть они переработали какую-то органику и получилась хорошая питательная... То есть это основа грунта? Основа грунта. Нет, хотя бы основа – это просто грунт. А добавляем мы, грубо говоря, на 10 литров обычного грунта, мы добавляем 3 литра биогумуса. 3 литра, так. Вот это вот называется вермикулит. Это порода природная, вулканическая, она хорошо влагу держит, вот она здесь видна в этом грунте. И плюс еще дает питание, рыхлость грунту. Мы где-то порядка 2,5 литров на 10 литров тоже добавляем. И дальше основной компонент – это вот эти почвенные бактерии. Мы их добавляем исключительно для того, чтобы земля была живая и для того, чтобы в этой земле не было больше болезней. Некоторые садоводы раньше по старинке это делали, прокаливают в духовке. Кто-то старается эту землю где-то чистую найти, прям идеальную, вот обеззараженную, но ее не найти, потому что всяко-разно попадается. Поэтому бактерии добавили и все хорошо растет. Еще раз, значит, что грунт для рассады состоит из 4 компонентов, правильно? Первое – это основа любой грунт покупной со своего участка. Потом биогумус – это питание будет для почвенных болезней. На 10 литров, 3 литра? 3 литра биогумуса, 2,5 литра вермикулита. И обычно мы упаковочку вот этих почвенных бактерий добавляем. Там где-то 100 грамм. 100 граммов, хорошо. Все это смешали за 2-3 недели. Если у вас вот по какой-то причине сейчас вот срочно нужно пикировать или срочно сажать, у вас нету этого запаса 2-3 недели, то мы просто вот этих бактерий, вот я специально здесь их развел, они там настаиваются 12 часов, я просто беру, вот как на огурчиках покажу, по столовой ложечке буквально, потом, когда растения повсходят, вы просто по столовой ложечке будете раз в неделю их подливать. То есть это нужно для того, чтобы земля была обеззаражена, почвенные бактерии свое дело сделают. Все, все, что нужно, если вы не успели за 2-3 недели подготовить грунт. И этот грунт, вот он, мы сегодня, я так понимаю, можно приступать к пикировке. Я бы вообще хотела узнать, вот представьте, вот я хочу, вот, например, вырастить баклажаны. Да. Не до конца знаю, например, вот что такое пикировка, хотя слышу это слово каждый день во время начала дачного сезона. Вот объясните, вот хорошо посели, а пикировать дальше, что это такое, в чем главный секрет? Пикировка, все легко. Это, допустим, вот я возьму баклажан, для примера, обычного садоводов, можете взять его, да, он растет в какой-то небольшой емкости, либо в одной, наоборот, большой емкости, там растет несколько растений. Собственно, когда растению недостаточно питания в этой емкости, мы его перемещаем в большую емкость. Ну, для примера, я взял большой горшок, потому что этот баклажан, он будет у меня достаточно долго еще находиться в комнатных условиях, и для того, чтобы ему было достаточно питания, вот я его один раз распикирую в большую емкость. Чем больше емкость вы берете, тем лучше у вас получится рассада. Я вам помогу. Да, естественно, да, я только поэтому вам и дал. Хорошо. Грунт у нас готов. А у вас, Ирина, скажите, баклажаны как в этом году? Вы уже попекировали? Честно признаться, я свои баклажаны уже попекировала, я высаживала в этом году три сорта баклажан, но вот, к сожалению, почему-то, Сережа, у меня один сорт баклажан не взошел. Ну, бывает такое, семена бывают туго всхожие, или же какие-то условия просто-напросто не соблюдены. Бывает такое, что часть растений стоит на одной части подоконника, часть на другой части подоконника. А, точно. У меня такой момент. Два сорта я отнесла у меня там, где под лампой у меня были растения, и комнатная температура там была выше, вот, потому что двери были все, ну, как бы плотно закрыты. А эти стояли у меня в спальне, да. Ну, вот, или сквознячок, то есть вот температура очень важна. Сейчас вот вы биококтейль на участке используете? Да. Используете. Вот точно так же его стоит использовать вот на наших маленьких растениях. Просто-напросто не только для полива, а еще и опрыскиваете. Просто вот даже в условиях, когда жарко, у нас же температура сейчас высокая дома, правильно? Еще отопление не выключено, и воздух сухой. Поэтому периодически просто увлажняется. Ну, вот, я думаю, что вот это стоит сделать и перенести в место, где потеплее, потому что на сквозняке, и когда температура самой почвы будет низкая, там очень долго всходит. Оптимальная температура 25 градусов, чтобы хорошие всходы появились. Ну, Ирина, аж может еще посадить этот сорт, который не взошел? Безусловно, да. Ведь еще не поздно же еще. Либо переместить вот в удобное место, пролить еще раз биококтейлем сверху, либо просто посеяться еще разочек и дождаться уже всходов. Сергей, а вообще вот есть какое-то такое общее правило для выращивания рассады? Это вот какая-то особая температура, вот, я не знаю, положение света, север-юг. Свет, смотрите, факторов несколько при выращивании рассады. Вот про почвогрунт мы сказали. Про освещение. Вот если баклажаны говорить, баклажаны очень любят свет. Свет вообще нужно давать любым всходом, как только вы увидели появление первых вот зеленой части семечка. Ну, только-только всходят. Это искусственное освещение. Искусственное освещение желательно, потому что все-таки вот зимнего света, даже раннее весеннее, недостаточно. Будь то южное окно, будь то там юго-восточное, света недостаточно. Ну, я обычно лампы использую, либо вот такие вот фитолампы, я их называю, бывает еще светодиодные. Но мне, конечно, нравятся больше желтенькие такие натриевые лампы. Они тогда больше площади занимают. Не обычная вот лампочка Ильича, а именно натриевая лампа. Но, тем не менее, да, вот как раз на экране, да, это моя лампа. И вот были фотографии, это ваш, по-моему, рассада, красный свет. Да, это вот фитодиодная лампа. И как часто вот такое освещение должно... В течение дня я его использую. Вот солнышко взошло на улице, да, свет включил. Зашло, выключил. То есть вот баклажаны, они это любят. И рассада не вытягивается при освещении. Давайте уже посадим. Давайте посадим. А то, конечно же, вам же уже хочется приобщиться к категории дачников, правильно? Ну, давайте я внизу немножко земли добавил. А сколько надо добавлять вот для такого растения? Для такого тут главное не сколько добавлять, а на какую глубину мы будем высаживать. Давайте добавим еще. Ну, пожалуйста, да. Вы же как начинающий дачник. Начинающий, всего-то побольше. Поэтому ваше желание закон. Значит, смотрите. Добавил я сюда немножко, так. Ну, давайте еще немножко, так, чтобы было множко. Ставим в серединку и по бокам я обсыплю еще дополнительную земельку. То есть мы никакую лунку не делаем? Никаких лунок мы делать не будем. Да, действительно, наверное, я переборщилась с землей. Все хорошо, все хорошо. Я давливаю как-то или просто аккуратно нежно? Да, вы приобщаетесь, вы уже, в принципе, дачник. Все. Боевое крещение прошло. Боевое крещение прошло. Баклажаном быть. Да, я так понимаю, что с меня урожай баклажан, правильно? Ну, если вырастут, Сергей, я не знаю, может быть, я теперь буду ее растить. Нет, но то, что у вас рука легкая, это сразу понятно. Потому что он сел прямо по центру. Вот я здесь слегка утрамбую. Не знаю, это действительно очень интересно, да. И, конечно же, по баклажанам, что важно. Баклажаны ни в коем случае нельзя заглублять. То есть, если, допустим, я покажу вот на этой парочке, так. Если у вас томаты, они еще терпят заглубление. То есть вот до этого момента, да? Ну, до какого момента? Бывает, в садоводах вытянулась рассада, и она падает. И он ее хочет... Томаты можно заглубить. С баклажанами, с перцами этого делать не надо. Вровень, как растет в предыдущей емкости, так же высаживаем здесь. От корней все. Да. Ну, и обязательно, конечно, поливаем. Ну, я традиционно уже про биококтейль мы тут упоминали. Я поливаю биококтейлем, он еще как укоренитель хороший. Влажность нужна, чтобы просто соприкосновение было с тем грунтом, который есть. Вот она немножко у нас грунта сел, поэтому сверху я досыпаю. И это мы с вами пикируем. Это называется пикировка. Дорогие друзья, вот так вот мы в прямом эфире пикируем сегодня баклажаны. Очень интересно, хочу им сказать. Не сложно, мне кажется. Под руководством Сергея совершенно не сложно. Да, даже техника не выдерживает такого. Сколько надо времени этому растению, чтобы потом перейти на грядку? В грядке? Вообще, легче всего считать так. Баклажаны, перцы у вас дома должны находиться, начиная от всхода, в порядка 50-60 дней. Вот по баклажанам, перцам этот срок. Ну, грубо 2 месяца. Соответственно, вы смотрите, конечно же, на момент высадки. Кто-то будет высаживать в теплицу, это значит, рассада будет раньше в грядке помещена. Кто-то будет высаживать в открытый грунт, где прохладнее, соответственно, позже. Это все легко, на каждом пакетике с семенами там все это написано. Спасибо большое. Кстати, вот Ирина Сергеевна, Олег Александрович, вы как вообще к лунному календарю относитесь, ориентируетесь во время посадки? Женщина первая. Да, Ирина, как? Лунный календарь для вас что-то значит? Честно сказать, раньше я придерживалась лунного календаря, а сейчас нет. А почему? Потому что я из собственного опыта убедилась. Высаживаю растения и даже семена на рассаду тогда, когда у меня есть свободное время и самое важное – желание. Когда я это делаю с таким вдохновением, с таким особым каким-то желанием, тогда у меня все получается. Но еще есть такой момент, конечно, вот придерживаюсь только полнолуния. Не люблю вообще, когда полнолуния, как-то для меня оно вот так вот значимо замечает. То есть в полнолунии вы ничем не занимаетесь? Люди какие-то особенные становятся, поэтому стараюсь в полнолунии ничего не высаживать. Вообще, мне казалось, что дачники, они такие суеверные очень люди. Сергей, вы тоже лунный календарь не читаете? Ну, я просто сталкивался с тем, что начинаешь по одному лунному календарю делать, там одна рекомендация, а по второму – противоположная. И как-то так сложилось, вот Ирина, в принципе, сказала, я, наверное, так же поступаю, когда есть настроение. И вот бывает такое, приходишь домой уставший, да? А по лунному календарю вроде как нужно заниматься рассадными работами. Но растения ведь, я, в принципе, считаю, что они живые, они чувствуют энергетику эту. И когда ты уставший, ты через «не хочу» начинаешь что-то делать, были случаи, когда я так пробовал делать, и растения потом то плохо развиваются, то плохо всходят. Поэтому больше всего я, вот, как Ирина сказала, настроение есть, я взял в руки и пошел делать. Когда есть время, когда есть настроение. Ну что ж, дорогие друзья, ну а для тех, кто все-таки привык ориентироваться на лунный календарь, что советует наш белорусский лунный календарь дачникам на этой неделе? В среду советуют заняться посадкой лука, чеснока, корнеплодов свеклы, сельдерея и петрушки на выгонку, посеять зеленые культуры, пряные и лекарственные травы. И все это, дорогие друзья, как говорит лунный календарь, желательно сделать завтра до пяти вечера. Дело в том, что четверг, пятница и суббота – прекрасные дни для посева и посадки овощных культур на рассаду в домашних условиях или в такой тепленькой отапливаемой теплице. Кстати, четверг, пятница, суббота – также благоприятное время для пикировки растений, подкормки органическими удобрениями. А вот в конце недели лунный календарь советует дачникам заняться еще борьбой с вредителями комнатных растений, Александр Ильич, да, обитающими вот в земле. Ну а вот важная информация в воскресенье. Дело в том, что в этот день посев, посадка и пересадка любых культур, ну вот в соответствии с лунным календарем, так как убывающая луна, ну в общем не рекомендуется, потому что полив может привести к загниванию корней и даже при подкормке очень легко сжечь растения. Так что, дорогие друзья, вам выбирать, конечно же, на что ориентироваться при посадке и уходу за рассадой, но в любом случае будьте аккуратны. Ну что ж, если вы хотите создать в своей квартире огород на подоконнике, вырастить качественно вот такую замечательную рассаду, или, может быть, узнать, как выращивать вот такие чудные пышные фиалки, дорогие друзья, смотрите нашу программу дальше, сразу после рекламы мы продолжим полезные советы. Дорогие друзья, каждый вторник на Беларусь 4 в программе Добрый вечер Гомель мы даем полезные советы. 34-22-43, телефон прямого эфира, звоните в студию. Сегодня своим опытом и рекомендациями в прямом эфире делятся дачники. Это Сергей, Ирина и Цветовод у нас, специалист по фиалкам, да, Олег Александрович Пряткин. Кстати, о фиалках. Мы продолжаем конкурс и хотим разыграть еще один пригласительный билет в музей истории Гомеля. И по телефону 34-22-43 предлагаю назвать родину фиалок. Именно родину фиалок. Откуда пришло к нам это чудесное, пышное, мне кажется, вечно цветущее растение. Олег Александрович, скажите честно, у вас не появилось желание, вот сейчас, входит наш программа, заняться огородничеством, выехать из оранжереи? Нет, нет, нет. Поэкспериментировать с цветами на огороде нет желания? На огороде можно поэкспериментировать, допустим, на летний период вынести адениум. Адениум великолепно, конечно, на свежем воздухе. А больше, лучший огород, это рынок Протковский, центральный рынок, и все нормально. Это мое личное мнение. Ну что же, совсем скоро, дорогие друзья, вот совсем скоро мы расскажем вам о том, как же выращивать фиалки в домашних условиях. Ну а пока вернемся к дачным хлопотам и заботам. Есть несколько сообщений от наших зрителей, что же наши телезрители выращивают на подоконнике. Тарас выращивает зеленый лук. Ну, мне кажется, это традиционное, скажем, растение, которое выращивают в марте, наверное, на подоконнике. Юлия, у нее растет лук. Да, она взяла две луковицы, посадила их в стаканчик с водой, уже совсем большой. Все правильно сделала, Юлия? На зелень, конечно. На зелень, просто на зелень для салатика. Так, у Ольгиной мамы на балконе растут лимоны, у Дарьи цветут фиалки, у Степана маленькие томаты прямо на балконе, и такое, возможно, оказывается. Так, хорошо, Ирина спрашивает, хороший вопрос, кстати, очень интересный. А зачем выращивать на подоконнике, если все можно купить? Вот, кстати, кто-нибудь ответит на этот вопрос? Да, легко, потому что нам очень часто садоводы этот вопрос задают. На самом деле, ответ, ну, это мое личное мнение, что то, что мы покупаем, выращено для продажи. То, что мы выращиваем для себя, выращено для еды. Для себя выращено. Для себя, для своих близких. На своем удобрении, на своем навозе. На своем маргарине, да. А просто мы выращиваем без химии. Ну, по крайней мере, вот наша задача такая. Поэтому, если хотите вкусное попробовать, вот про арбузы Дени спрашивали, опять про них вспомню. Кто пробовал свой арбуз, рыночный арбуз никогда не купит. Вот это однозначно. Ну что ж, спасибо. Действительно, я надеюсь, что мы ответили Ирине на этот вопрос. Анна, сообщение, я бы сказала, восхищение. У нее на подоконнике растут розы и орхидеи. Анна пишет, это моя любовь. У меня их 15 штук. Я думаю, Анна может посоревноваться, наверное, с Ириной, которая сегодня присутствует в нашей студии. Кстати, у вас много дома или на дачном участке? Вот где больше роз? Ну, конечно, у меня в основном все декоративные растения, в частности, розы. Мои любимые розы, это всегда королева сада. Они у меня находятся в саду. Раньше было много комнатных растений. Да, это моя роза. Красота. Это роза из питомника Кордес, европейская. Она называется Кордес-жубеле. Была выведена к юбилею Кордеса самого. Роза очень шикарная, грандифлора. Она достигает высоты до двух метров. У нее огромные цветы. В диаметре могут достигать до 25 сантиметров. Слушайте, а сложно вырастить вообще такую розу на дачном участке? Абсолютно несложно. А что надо для этого, кроме того, чтобы посадить? Ну, вот у меня часто тоже мне задают такие вопросы. А, Ира, почему у тебя такие огромные розы? И они у тебя так все время цветут? Ты их, наверное, чем-то там кормишь или ты что-то знаешь. Знаешь, я вам скажу, нет. Это особенность сорта. В первую очередь, это особенность сорта. Вот эти европейские розы, они отличаются тем, что у них непрерывное цветение с ранней весны до морозов, до заморозков. То есть они у меня уходят в бутонах, уже выпадает первый снег, но я их не трогаю. Они очень устойчивые к морозам, они выдерживают температуры минус 30 градусов. То есть вот такой зимой, как была эта, если она снежная, то их можно даже не укрывать. Я знаю, что у нас есть фотографии. Покажите, пожалуйста, как сегодня выглядят эти розы. Я знаю, что вы вот буквально вчера нам прислали эту фотографию. То есть вот, да, вы их недавно, я так понимаю, раскрыли. Да, я раскрыла их позавчера, получается. И вот тут особенность такая, значит, когда я открываю свои розы, здесь видно на фотографии, что перезимовали, они шикарно. Они зеленые, они у меня не черные. Вот я уже сделала санитарную обрезку весеннюю, обработала их от вредителей, от болезни аптечкой садовода. Ну и все. И ждем? И ждем цветения, получается? И ждем, да. Сейчас они уже начнут, начнут появляться цветочные почечки, появятся листочки. Розы тронутся быстро в рост. И начнут меня уже радовать первой волной своего цветения. Расскажите еще раз, назовите нам еще раз главный секрет. Европейские розы, да? Сергей, я правильно понимаю? Европейские розы, особенно сорта. Да, я уже тоже. Вот раньше у меня на участке было много разных роз. Я их приобретала в каких-то магазинах специализированных, где-то даже покупала на рынке, ну, каких-то садоводов, огородников таких, которые увлекаются розами. Вот, но когда я познакомилась с Центром природного земледелия «Сияние», в общем, европейские розы, ищите европейские розы, и завела в своем саду, то я сравнила и поняла, что... Растут цами, практически растут цами. Ну да, основное, что, извините, перебью, там по цветению, мне тоже вот нравятся розы, у меня тоже на участке есть, они постоянно цветут, вот что мне понравилось. Не прерывно цветут. И они устойчивы к болезням. Вот у Иры тоже я посмотрел, сейчас на фотографии тоже красивые. У нас есть несколько сообщений от зрителей с вопросами. Ольга спрашивает, Сергей, почему на рассаде появляется мошка? И что с этим делать? Мошка основное, вот я про влажность еще забыл упомянуть, это от переувлажнения больше всего. Тоже легко с этим бороться. Есть природный препарат фитоверм, он много где продается. Да, везде практически продается. Да, он именно от вот этих мошек. И что еще нужно сделать? Вот вермикулит я сегодня показывал, он сейчас на столе стоит. Вы земельку фитовермом обработали, и сверху вермикулитом прикройте, чтобы, если там остались личинки, чтобы они просто не выбрались уже, точнее, не то, что не выбрались, а чтобы новая мошка туда не залезла. Сколько нюансов, сколько всего надо знать. Переувлажнение, больше всего переувлажнение. Если можно, коротко, еще один вопрос от Раисы. Новинки сезона про помидоры. Какие самые урожайные, как правильно вообще выбирать для посева? Ну, по томатам и по любому сорту, это, в принципе, ответ такой, что каждому нравится что-то свое. Новинки сезона, я не сильно тоже люблю про это говорить, потому что в этом году ее кто-то расхваливает, какой-то сорт. Мы его попробовали, да, он может быть урожайный, но, например, по вкусу не понравился. Поэтому я лучше скажу пару сортов, которые мне нравятся. Которые вы уже попробовали. Да, мне нравится сорт Чудо-земли. Это классный крупноплодный сорт, высокорослый, он розовый такой. Томаты, ну, реально сладкие такие. Сахар на разломе. Да, тоже растет, да. Потом мне нравится Кёнигсберг золотой, вот он такой тоже оранжевый. И, ну, традиционные сорта, это типа Дебарао тоже, но это всем привычные сорта. То есть, ну, про сорта можно долго рассказывать, и не стремиться, не нужно стремиться за новинками. Можно пробовать, или же, по крайней мере, уже то, что рекомендовано проверить. Спасибо большое. Итак, у нас есть телефонный звонок. Будем надеяться, что это участник нашего конкурса. Хочу напомнить вопрос. Это нужно было назвать по телефону в студии «Родину Фиалки». Вот, давайте познакомимся с нашим телезрителем. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Ой, здравствуйте. Как же зовут нашу телезрительницу? Дарья. Дарья, Дарья, у вас есть еще одна возможность, да, выиграть билеты в музей истории. Ну, как считаете, Дарья, родина Фиалки – это какая страна? Мне кажется, что это Восточная Африка, потому что фиалку еще называют узумбурской в честь гор в Африке. А сколько вам лет, Дарья? Скажите, пожалуйста. Двенадцать. А у вас дома есть фиалки? Да. О, Олег Александрович, ну, правильный ответ на вопрос. Она совершенно правильная, только это не узумбурская, а зумбарская. Ну, немножко пить. Это не горы, а это плоскогория. Ну, подождите. Она совершенно правильно сказала, что тут плато узумбар, где французский естественный испытатель Сен-Поли нашел небольшую травку. Вот потому и называется Сен-Поли, да, Сианис Фиалка? И из нее вырастил вот это прекрасное комнатное растение. Ну, что ж, Дарья, вам всего 12, так что вы будьте аккуратны. Да, на уроках географии и биологии вы выиграли сегодня, естественно, пригласительные билеты в музей истории. Спасибо вам большое за этот телефонный звонок. Ну, что ж, дорогие друзья, вот сразу после рекламы мы поговорим о том, как же выращивать эти чудные, пышные комнатные цветы под названием фиалки или Сен-Поли. Правильно? После рекламы вернемся в студию. Дорогие друзья, продолжаем прямой эфир на Беларусь4. Сегодня мы готовимся в прямом эфире к дачному сезону. И не только тема нашей сегодняшней программы – это огород на подоконнике. Вот как часто на наших подоконниках цветут цветы и радуют, радуют действительно и соседи, и прохожих. А вот представляете фиалки, да, ну, наверное, у многих сегодня на подоконнике, растут эти пышные, чудные цветочки, такое вот замечательное комнатное растение, которое, кстати, считается семейным оберегом и украшает не только наш подоконник, но, мне кажется, и нашу жизнь. Потому что говорят, что в доме, где цветут фиалки, где много цветут фиалок, царит любовь и уют. Олег Александрович, вы подтверждаете это мнение? Полностью. Полностью. Ну что ж, вы знаете, очень хотелось бы узнать о ваших фиалках. Во-первых, хочу узнать, сколько вот таких вот чудных нежных симполей в вашей коллекции сегодня. В данный момент цветущих, именно цветущих, порядка 45. В стартовом режиме, которые готовы вот-вот дать цвет, порядка 150. А вообще точное количество я не знаю. У меня около полутора тысячи сортов. Вот это да. И это все в квартире, на подоконниках. Нет, подоконник это уже прошедший. Это потрясающе. Это, понимаете, я лишилась дарой речи. Я вам честно говорю, я была готова, в принципе, что у вас большая коллекция. Но таких цифр я даже не ожидала. Ладно. Каким цветком гордитесь больше всего? Потому что я не представляю вот такой. К сожалению, не могу вам показать. Любимый сорт, любимый цветок. Это порода службы морской волк. А, ну потому что вы нас, да. Елена Корсунова, селекционер, морской волк. Это пышнейшая шапка, светлый, нежно-голубых цветов. Крупный цвет, крупный лист, морской волк. Это все, что в вашем характере, да? Да, это вот мое. Вот такой бывший-бывший военный, я так понимаю, да. Вообще, конечно, удивительно. Бывший военный человек, который, мужчина, да, Ирин, согласитесь? Да. Который выращивает такие нежнейшие цветы фиалки. Да не только вы удивляетесь. Все мои однополчане по флоту, которому отдал 16 лет службы на флоте, начиная с морской пехоты Балтийского флота, заканчивая Черноморским флотом в звании капитан-лейтенант. Все мои однополчане удивляются, кто в бизнесе, кто в банках, а я в цветах. Да, это удивительно. Кстати, вот насчет полезных советов. А что лучше? Вот что вы посоветуете, если я вот захочу, например, дома завести, вырастить фиалочку? Мне лучше ее купить готовую и растить? Или все-таки вот взять у соседки? А это все зависит от того, как вы относитесь к огородничеству. Я так понял, вы к огородничеству? Никак, никак. Поэтому проще купить и... И растить. И растить. Хорошо. А если у вас есть предрасположенность, вот как... Как у Ирины, да. Да, как у Сергея, это, естественно, лучше украсть. А, украсть у соседа. Листочек. Либо же какую-то денежку купить. Ну, если уже Олег Александрович говорит, что это работает, значит, он действительно работает. Потому что просто так подарить, он не приживется. Ирина, кстати, вот, Ирина, насчет фиалок. Роза-то розами, да, вы выращиваете шикарные. А фиалки вообще есть практика такая? Не поверите, в свое время, когда я не имела свою личную дачу, у меня вся квартира и все подоконники были в комнатных растениях. Так как я люблю любые цветы, меня они радуют. Даже самые первые, вот эти, которые под снежники вылазят, я радуюсь как ребенок этому. Но я очень люблю фиалки. У меня они почему-то никогда не получались. Ну, начнем с того, что... Я очень огорчалась, покупала всегда тоже на выставках сортовые, вот такие, как у вас. И густомахровые, и с варегатными листиками. Но они у меня не приживались почему-то. Ну, тут нюансы есть, их немного, но их нужно первую голову знать. Начнем с того, где они у вас стоят. Я их все время ставила к солнышку, вот на подоконник. Вот видите, самая основная ваша ошибка сразу. Сразу же. Да, ну что? Солнечный подоконник. Фиалка это тенелюбивое растение. Вот так. Пускай он будет солнечным подоконникам, но вы возьмите на стеклышко формат А4. Просто наклейте, чтобы луч солнца рассеивался. И все. У нас есть, извините, что я перебиваю, у нас есть телефонный звонок, вопрос кому-то из участников программы. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Добрый вечер, давайте познакомимся с вами. Меня зовут Ксения. Так, Ксения, скажите. Я очень люблю дачу свою. И вот у меня есть вопрос к Ирине. Вот на даче у нас очень много роз, и очень интересно узнать. Вот появилась такая вот пятнистость на листочках. Как с ней вообще бороться? И опасно ли это? Да, это очень опасное заболевание. Оно так и называется черная пятнистость. Значит, с таким заболеванием нужно бороться. И от него нужно избавляться. Иначе роза поразится полностью черной пятнистостью, сбросит листву, она станет ослабленная. И если она у вас повторно цветущая, либо непрерывно цветущая, вплоть до того, что она не выдаст бутоны и не зацветет. А как избавиться вот от этих пятен? Ну как избавиться? Я использую аптечку садовода. В нее входят там тоже биологические препараты. Они сразу идет защита не только от черной пятнистости, а там и от гнилей, и от всех вредителей. Вот поэтому... Спасибо большое, Ирина. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас самое время научиться садить фиалки. Ирина, готовы учиться? Давайте попросим Олега Александровича... Ну попробуем, конечно. Да, проходите, пожалуйста. Пусть Олег Александрович нам покажет, с чего начинать, что самое главное. Ну начнем с первосачков. Ну да. Значит, все элементарно просто. Вот берем фиалку. Берем обычный грунт. С Сергеем полностью согласен. Грунт обычный, но маленький нюанс. Фиалка любит пышный грунт. Добавляем перлит, и все. Сергей вот сказал, что многие садоводы грунт пропаривают. Я тоже всегда грунт пропариваю. Прокаливаю в духовке. Ну это кому как. Так, грунт для фиалки должен быть пушистым. Берем обычный горшочек. Ну многие любители цветов делают большую ошибку. Типа, чем больше горшок, тем лучше. Для фиалки, чем больше горшок, тем больше листва и меньше цветов. Меньше цветов. Да, поймите правильно. То есть для фиалки горшок поменьше. Да, вот самый оптимальный горшок, это вот калибр вот такой вот, 8-10 сантиметров. Ну это я взял так. И пышный, пышный же букет получился. Правильно, правильно. Берем вот грунт, обычный грунт. Все. Вот, сделали так аккуратненько. Так, берем ножичек. Вот, допустим, берем вот этот вот листочек. Самый красивый? Ну не обязательно. Или самый крайний? Самый крайний. Есть какая-то? Обломили, обломили. Для того, чтобы его посадить, надо его аккуратненько под 45 градусов острым ножичком вот так вот надрезать. Так. Надрезали. Берем, аккуратненько вставляем в грунт. Почти как пикировать в баклажан. Да, да, да. Вставили в грунт. Даже проще. Берем ниточку. Капроново берем палочку. Берем ниточку на палочку. В любом горшочке есть дырдочка. Просовываем. Для чего это? Для чего? Объясняю. Вот, обычный вот такой вот контейнер. Только без земли. Так, одну минуточку. Вот в контейнере дырочка. Закрываем контейнер. В контейнер наливаем воду. Вставляем веревочку в воду. И фиалка берет столько воды, сколько ей надо. У многих основная ошибка у любителей цветов. А как поливать? Я вот поливаю так, вот так, с блюдца и так далее. Вот он самый универсальный вопрос. Вот это и есть полив фиалки. Да, это называется фитильный полив. Подождите, так поливать нужно уже выросшую фиалку? Не обязательно. Даже тот же самый горшочек со стойкой. Вот так вот просто будет стоять контейнер. Любой контейнер от корейской морковки, от всего, что угодно. Понимаете? Вот, емкость. И фитиль будет брать столько воды, сколько надо. Все. Хорошо. Я смотрю, вы принесли какие-то, да, уже готовые. Это уже проросший листок. А красиво так. Вот он, понимаете? Так. Сколько времени вот на это ушло? Ну, это вот буквально 2-3 недели назад я посадил этот листочек. Вот этот вот листочек, покажите, пожалуйста. Вот видите, он уже проросший. Да, там уже видны маленькие листочки. Уже кормни даже какие-то вошли. Да. Это так называемая детка. Листочек постепенно отмирает. И получается вот такая вот деточка. Растение. Растение. Вот из этого листа. Это через 4-3 месяца, через полгода. Вы поймите правильно, все зависит от сорта фиалки. Вот она растет, 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 достигает определенного уровня. И вот, наконец, наступает момент, когда же ее пересаживать. Берете такой горшок, такой горшок, самый большой вот этот горшок. То есть больше нельзя? Не то, что нельзя, но не рекомендую. Этот же самый грунт, аккуратненько разрезаете стаканчик, либо переворачиваете и полностью, вот как, допустим, этот, вставляете в горшок. Все. Дальше. Самая основная вот ваша ошибка. Вы сказали, что у вас фиалка стоит на подоконнике. Я вам сказал. Дальше. Многие поливают. Ах, я отстаиваю воду. Не надо. Воду не только отстаивать надо, но вода должна быть теплой. Потому что неизвестно... Какая темная? Теплая. А теплая вода? Потому что вот многие раз набрали эту пятилитровую бутылку, поставили, стоит. И она отстоялась. Но она же не обратила внимания, что неизвестно где она. Понятно. Она может быть теплой. То есть поливать фиалки теплой водой? Да, теплой. И все. Значит, два основных момента. Для того, чтобы росли дома фиалки, они должны стоять не на солнечной стороне, или, по крайней мере, спрятаны от солнца быть. Да, от прямых лучей солнца. И поливать теплой водой. И причем поливать желательно вот таким способом, который вы сегодня нам показали, через вот эту вот веревочку. Спасибо. Ну и самое основное, матюкаться регулярно на них надо. Ну, я знаю, что многие... Под звуки баха. Да, ну... Выговаривать с ними, любить их надо. Вот. Самое основное. Фиалка, конечно, любит определенную подкормку. Подкормка, я не буду загружать наших зрителей, обычное удобрение для комнатных растений. И ничего сверхъестественного. И вот оно получается. Вот, великолепный сорт. Спасибо. Эстралистный. Называется Марш Мендельсона. Ой, какое шикарное название. Дорогие друзья, мне кажется, что Олег Александрович с Ириной могут до утра сейчас говорить о цветах и делиться какими-то советами. Но дело в том, что время нашей программы заканчивается. Ну, простите, я хотела один вопросик. Меня так заинтриговала эта малышка. Она такая миниатюрная. Как называется? Вот это вы правильно сравнивали. Я обратила внимание сразу на нее. Ключевое слово. Миниатюра. Очень. Название сорта Светлана Ковалева. СК Афродита. Больше она не вырастет. Больше не вырастет даже. Вот такая маленькая миниатюрная фиалка. Спасибо большое. Я поставлю ее. Ирина Олег Александрович, спасибо. Я бы хотела, Сергей, задать вопрос еще вам в конце программы. Гомельский клуб природного земледелия «Сияние», которым вы руководите. Я знаю, что вы часто проводите бесплатные, что самое важное, мастер-классы. У вас есть своя школа садоводов. Расскажите, пожалуйста, когда ближайшее занятие, где и как стать участником такого занятия. Ну, вообще все просто. Мы постоянно бесплатные занятия проводим с октября по марк, когда свободное время у садоводов. Ближайшее занятие у нас в эту субботу. Мы будем говорить по выращиванию огурцов, арбуз и дынь. Особенности агротехники. Как получить хорошее урожай методами природного земледелия. Занятие у нас бесплатное, повторюсь. То есть вы можете прийти спокойно позаниматься. Можете к нам в садовый центр обратиться. Мы скажем адрес и где что проводится. В принципе, сезон закрываем уже. Почему? Потому что... Начинаем дачный. Совершенно верно. Да, вот у Ирины видели. У меня тоже самое уже. Пора уже. Руки чешутся. Ну, я думаю, вы не откажетесь еще раз прийти как-нибудь на нашу программу. Думаю, раз в месяц делиться советами для дачников. Это надо. Как вы считаете? Безусловно, это моя работа. Отлично. Мне это нравится. Ну что ж, тогда ждем вас где-то через месяц. Как раз-таки, когда уже начнутся основные такие работы на дачах. Дорогие друзья, так что... Что называется, все на дачу. Да, приблизительно. Так, даже я сегодня попробовала это, скажем так, ремесло. Ну, спасибо вам, дорогие друзья, за вопросы, которые вы присылаете в Вабере. Мы не успеваем, конечно же, на все ответить. Но в любом случае, мы желаем всем удачной посевной, желаем всем красивого сада и, конечно же, хорошего урожая. Это была программа «Добрый вечер. Гомельс» Наталья Волонец. И до новых встреч, дорогие друзья, в прямом эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok